Лариса Барабанова У многих ассоциируется прежде всего с комедией «Эта веселая планета», где она в костюме красной шапочки танцевала с инопланетянином, которого сыграл Леонид Куравлев. В этой картине она очень непосредственно и обаятельна, и ее просто невозможно не заметить. Ты же именно меня пригласила танцевать, не случайно же? Значит, значит я тебе нравлюсь. Нравишься. Так. Не понял. О сцене Барабанова мечтала с малых лет. Когда она узнала о кастинге фильма «Дорога к морю», она решила, что это шанс, предоставляемый самой судьбой. На тот момент ей было всего лишь 17 лет. К великому разочарованию Ларисы, ее отсеяли уже на этапе прослушивания. Но девушка была не из тех, кто привык так просто сдаваться. И она добилась того, чтобы ее допустили на пробы. В результате Барабанова все же утвердили на роль в фильме. Она должна была сыграть Асю, одну из сестер-близнецов. После окончания съемок Барабанова поступила в театральное училище вероятствов. Роли, которые играла Барабанова, были эпизодическими. Но она вкладывала в них всю душу и весь свой талант. Именно поэтому она так запомнилась зрителям. Кофе сколько стоит? 11. А чай? 6. Чай хочу. За чай не надо. И мне не надо. «Москва слезам не верит», «Большая перемена», «Мимино» и «Экипаж». Во всех этих фильмах роли Барабановой яркие и неповторимые. Хорошенькая, не могу. А ну-ка дай. Можно вас пригласить на танец? А нельзя хоть намекнуть, что это такое? Зачем все это? К чему? Ну, что это такое? По-моему, это вальс. Я готова. Хорошенькая, не могу. За свою короткую жизнь Лариса Барабанова не успела завести семью. Детей и мужа у нее не было. Она очень спешила жить. И снялась более чем в 30 лентах. Маленькая, шустрая, с лучезарной улыбкой. Такой ее запомнили зрители. Последняя картина с ее участием вышла на экраны через год после ухода из жизни замечательной актрисы. В 1986 году Барабанова попала в автокатастрофу и получила серьезные травмы. Однако по халатности врачей никаких особых опасений состояние актрисы не вызвало. Медики даже не провели надлежащего обследования. Актриса продолжала работать. А в это время в ее организме происходили непоправимые изменения, вызванные перенесенными травмами. После нового 1987 года состояние 38-летней актрисы резко ухудшилось. И 4 января ее не стало. Актриса Лариса Барабанова была похоронена на Хованском кладбище в Москве. С таким костюмом. Другого товара нет. А что вы делаете вечером? Я хотел бы вам рассказать про свой богатый внутренний мир. Итак, 9 кинотеатра Колизей. Может быть на складе посмотреть? Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!